Всем привет! Сегодня мы более подробно рассмотрим новые навыки трансформации, как они работают, что дает активация и, ну, в принципе, более как-то подробно. Значит, смотрим, здесь уже навыки прокачаны. Суть в чем? То есть, когда вы открываете дополнительно навыки, суммируется именно уровни навыков, вот этих вот четверых. Вот 1, 2, 3, 4, вот этих 4. Суммируются уровни, сейчас уровни равны, то есть сумма 5, да, и вот вы получаете бонус за каждых 2, 4, 6, 8, я так понимаю, за каждое четное число будет дополнительно какой-то бонус. Бонус постоянный, который работает не только в трансформации, но и без нее. Значит, сейчас это атака плюс 5, плюс урон, плюс 10%, и на уровне трансформации навыков, когда будет сумма 6, равна, будет атака плюс 5, пвп, мощь плюс 5%, это, кстати, очень даже интересно, и плюс урон, плюс 10%. Вот. Так, дальше, как они работают? Навык трансформации вы можете вот в прокачанных, да, вот они прокачаны. Во-первых, выбирать пассивные эффекты, а во-вторых, вы их можете расставить. Всего можно, можете использовать всего саму трансформацию, а также 3 навыка. То есть, один навык вам будет недоступен в бою. Вы выставляете определенные навыки, например, вот здесь вот выставлено, и очередность также выставляется. То есть, изначально юзается трансформация, да, затем юзается первый навык, второй навык и третий навык. Они также будут появляться по очереди, не появится дополнительных кнопок и тому подобное. То есть, кнопка как была одна, так и останется. Просто они будут использоваться по очереди. Я также залечу в пустошь, покажу вам сейчас это все, но, в принципе, просто здесь вы выбираете максимально хороший или там правильный для вас порядок использования. Дальше вы их будете использовать вот в таком вот типе. То есть, вы летите вот в поля, к примеру, да, и дальше вот идет, вы используете трансформацию. У вас есть первый скилл, вы используете первый скилл, идет 20 секунд отката до следующего, ну, не скилл, навык, да. Идет 20 секунд отката до следующего навыка, и у вас, естественно, трансформация уже 40 секунд, если вы выучили все там навыки. Не все, а три хотя бы навыка. Вы используете следующий скилл, да, вот, второй, и у вас опять идет откат, определенный какой-то откат до третьего навыка. То есть, использовать все три подряд у вас никак не получится, к сожалению. Вот такая вот незадачка. В принципе, вот сейчас мы используем щит еще, посмотрим, как щит выглядит. И для того, чтобы понимать в бою, с чем вы будете сталкиваться, если вдруг против вас противник будет с определенной анимацией, то есть вы будете понимать, что он, например, находится под барьером. Вот, и сейчас мы еще последний навык закинем для того, чтобы показать. Так, трансформация, навыки, мы его прям сразу, давайте вот тут вот поставим, да. Вот, и залетим сейчас. Давайте в поля залетим, потому что там, по-моему, нужен будет таргет. Я точно не помню. Ну вот, допустим. Значит, мы используем первый. У нас идет откат. И сейчас будем использовать следующий. Так, кто-то там бегает. Давайте найдем себе... Во! В принципе, вот крепочек. И вот еще навык. Ну, такой волна типа огня по земле. Вот. Ну, в принципе, вот основные те параметры, там, или то, что нужно знать по навыкам, то, что они не будут использоваться сразу все, к сожалению. То есть, в принципе, можно было бы интересный там сделать. Если бы все использовались, то можно было бы взять там на плюс урон, там еще плюс крит, да, вот выставить их и сделать так по два бафа. Ну, вот я сейчас поменяю назад. Сейчас я вам объясню, что можно было бы сделать, но, к сожалению, этого сделать нельзя будет. Например, вы могли бы взять вот этот вот, юзнуть просто на расстоянии увеличения урона на 15%. Дальше могли юзнуть вот этот вот, используя шанс плюс 15 к крит-удару, да. Дальше здесь взять снижение защиты, подлететь, снизить защиту и юзнуть ульт. То есть, уже, как бы, комбо могло бы быть интересным. Но, к сожалению, они юзаются только по очереди. Притом, с большим откатом друг между другом. Вот. В принципе, это все. Такие, вроде как, рассказал все нюансы, ничего не забыл. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok